МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итоги реализации национальных проектов подвели на заседание правительства республики. Зеленый мост через Кор. На канале Октябрьской революции в микрорайоне Учхоз установили 15-метровый путепровод, который соединяет сразу несколько улиц. Дагестанские вольники снова на высоте. Третий турнир борцовского шоу Лиги Ивана Поддубнова прошел в Бишкеке. В Дагестан прибыла делегация ученых-богословов из арабских стран. Цель визита – участие в международном религиозном форуме, который состоится 22 декабря в столице республики. Накануне в аэропорту Махачкалы почетных гостей встретили представители муфтията, министерств и ведомств республики. Ученые из арабских стран, среди которых доктора исламских наук, представители Всемирного совета мусульманских общин, Объединенных Арабских Эмиратов и другие авторитетные богословы встретились с муфтием Дагестана шейхом Махмадом Афанди. Более подробный материал о работе международного религиозного форума смотрите в завтрашнем выпуске, а пока к другим новостям. В Махачкале стартовал молодежный форум межконфессионального клуба «Дружный Кавказ». В Дагестан приехали представители муфтиятов Северного Кавказа. Первая встреча религиозных деятелей состоялась в гуманитарно-педагогическом колледже. Участники форума обсудили вопросы укрепления межконфессиональных и межнациональных отношений на территории СКФО. Богословы рассказали студентам также о важности следования своей религии, улучшения благого нрава, в том числе добрососедских отношений. Когда все время будем говорить о межконфессиональном, о межконфессиональных и межнациональных нам согласии, конечно, это будет, это влияет на молодежь, во-первых. Во-вторых, из него будет, от этого будет очень большая польза для всей молодежи Северного Кавказа. И мы должны показать, в первую очередь, этот пример, мы должны показать на самих себя, то есть мы должны быть примером для молодежи. Я считаю, что такие мероприятия несут положительную пользу для наших студентов. Не первый год в нашем колледже проводятся такого рода форумы. Это отличная возможность взаимодействия с людьми других конфессий. Уже завтра религиозные деятели Северного Кавказа проведут встречи со студентами и других ведущих вузов и СУЗов республики. А завершится форум пленарным заседанием. Организатором мероприятия выступил Муфтия Дагестана при содействии Координационного центра мусульман Северного Кавказа и Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования. Безопасные дороги, новые поликлиники и сотни центров образования. Все это благодаря национальным проектам. Итоги их реализации были подведены накануне на заседание регионального Кабмина. По каждому направлению отчитались руководители профильных министерств и ведомств. Все ли средства удалось освоить в сюжете Патимат Ханаповой. По проекту «Безопасные и качественные дороги» Дагестан показал стопроцентное освоение. За этот год отремонтировано более 70 километров дорог. Большая часть из них – республиканского значения. Серьезное федеральное финансирование позволило региону уже в этом году решить множество дорожных проблем. Из более 2 миллиардов рублей, потраченных на эти цели, около 800 миллионов были выделены центром. В итоге региона в текущем году выполнены следующие мероприятия. Устройство асфальтобетонного покрытия 570 тысяч квадратных метров автомобильных дорог. Размещено 15 камер фото-видео, касательно обучения правил дорожного движения на автодорогах региональных значений. Кроме того, в 2022 году завершен второй этап по объявлению региональной транспортной системы Армакач-Клинской организации на сумму 106,8 миллионов рублей. Хорошие показатели по туризму. Реконструированы десятки дорог, ведущих к достопримечательностям республики. Кроме того, в 28 раз увеличился объем поддержки отраслевых предприятий. По соглашению о предоставлении субсидий с федерального бюджета, бюджету субъекта Российской Федерации, на обеспечение поддержки общественных инициатив в форме межбюджетных транспортов, на создание модульных некапитальных средств размещения, это кемпинги и автокемпинги, выделено 150 миллионов рублей. В июле 2022 года проведен конкурсный отбор, в котором приняли участие юридические лица и индивидуальные предприниматели. Согласно подписанным соглашениям, приобретены и до конца 2022 года будут установлены 10 модульных некапитальных средств размещения на 104 номера и 409 койко-мест, а также созданы 60 рабочих мест. Еще по трепнуть проектам достигнуто стопроцентное кассовое освоение – это производительность труда, цифровая экономика и экология. Есть и отстающая, речь идет о программах по демографии, здравоохранении и образовании. Крайний срок заключения всех контрактов был еще 1 декабря, однако не все ведомства успели к дедлайну. Я хотел бы просто сегодняшнее заседание тоже завершить словами Владимира Владимировича Путина. И он сказал, указанный сравнительно отдаленный срок, например, ни в коем случае не означает, что можно откладывать решение этих задач на долгие сроки. Нужно сегодня, сейчас обеспечить опережающее развитие, ежегодно добиваться результатов по каждому направлению. И такие крамольные слова выходного главнокомандующего. Ответственность за это лично будут нести профильные министры и вице-проме. У нас очень много сделано за год и очень много делается. И у нас очень большие перспективы, у нас очень много проблем, которые должны быть решены. Но они все должны быть решены по этапам. Помимо обсуждения нацпроектов, на заседании затронули тему профпригодности вице-премьера. В регионе могут ввести институт оценки их деятельности. В числе основных критериев как раз таки будет включена и работа по реализации нацпроектов. В ближайшее время начнутся работы по модернизации всей системы энергоснабжения центральной части Махачкалы. Об этом на встрече с исполняющим обязанности главы города Резваном Газимагомедовым сообщил директор регионального филиала компании Россети Максим Долгалев. Это, по его словам, должно минимизировать перебои со светом в столице республики. Обсуждалась также тема улучшения качества обслуживания абонентов операторами диспетчерской службы, к которой у жителей Махачкалы накопилось много вопросов. В горсетях всего три оператора, которые принимают звонки и один диспетчер сменит. Все, что я сделал, я ввел сейчас второго диспетчера смену, а диспетчер не имеет права общаться с потребителями, он дает оперативные команды об отключении вывода и линии, но это работа. Просто из-за бедности и отсутствия персонала диспетчер иногда отвечает на звонки. Этого делать нельзя, плюс он не успевает. Следующий момент. Я ограничен фотом. Например, для Махачкалы нужно не три оператора, которые будут принимать звонки, а сто. Но, первое, их нет. Во-вторых, если бы у меня вдруг появился фот на эти сто операторов, я бы нанял бы лучше еще сто электромонтеров, потому что это фактическое времястроение. И мы сейчас идем, там, совместно с городом, в том числе, я назначил людей из-за спол-аппарата, они мониторят все телеграм-каналы, в которых обсуждается аварийное отключение, и просто в ручном режиме людям дают обратную связь, чтобы человек просто понимал, что его проблемы услышаны. Зеленый мост – именно такое символичное название получил 15-метровый путепровод, который установили в микрорайоне Учхоз города Махачкалы. Он соединяет одновременно несколько улиц через канал Октябрьской революции. Раньше местным жителям приходилось идти в обход скоро пешком почти километр. У нас была очень просьба джаматов и молодежи, месяц Рамадан, очень когда приходилось такой большой круг делать, чтобы прийти сюда, в мечеть, доступ не был, у нас моста не было, метров где-то километра или полтора, и здесь внизу, чтобы такой огромный круг делать, чтобы прийти ребятам, в мечеть не было лучше, и просили чиновников, депутатов, чтобы поставить там очень необходимый мост. Инициатором изготовления металлической конструкции через канал выступили представители одной из частных компаний, чье предложение поняли и поддержали городские власти. Этот мост, инициатива, честно сказать, строительство этого моста принадлежит этим людям, этому Аюбу, Адаму. У них есть организация, называется «Благо», они не строят, не первый мост. А что касается именно здесь строить, это было обращение жителей этого микрорайона, потому что, вы знаете, там прилегающая мечеть, сзади, еще социальные объекты города, 40-я школа, детские сады, люди не могли переходить, надо было расстояние большое перейти. И мы задумались, с Аюбом здесь пришли, с начальником управления транспорта нашего города, пришли, осмотрели это место, и потом этой необходимости увидели действительно, что людям надо обходить уже почти 500 метров, почти до километра обходить. Из-за этого решили именно здесь установить. Желез, чем поставить мост, мы обследовали ее с двух сторон, сделали необходимую нагрузку, она все выдерживает, по стандартам она соответствует. Дагестанские вольники отличились на борцовском шоу Лиге Ивана Подубного. На ковер в рамках мировой серии выходили звезды российской борьбы, а также спортсмены из еще пяти стран. Победитель Олимпиады в Токио Завуру Гуев одолел узбекского вольника Гуламжона Абдулаева, а чемпион Европы Даурен Куруглиев был сильнее турка Эрхана Яйлачи. Еще одним дагестанским победителем стал Ильяс Бекбулатов, ныне представляющий сборную Узбекистана. Более 150 дзюдоистов оспаривали призы на 28-м республиканском турнире памяти имама Шамиля. Соревнования прошли в Кизыл-Юрте. На татаме выходили ведущие спортсмены Дагестана юношеской возрастной группы. Сильнейшего определяли в 10 весах. Турнир призван увековечить память имама Шамиля и повысить уровень мастерства молодых дзюдоистов. По итогам ярких встреч лучше других себя проявили хозяева татами. Кизыл-Юртовцы выиграли пять наград высшей пробы. На одно меньше у спортсменов из Махачкалы. На счету хасавюртовцев одно золото. Победителей наградили кубками, медалями и денежными призами. Также организаторы учредили премии за лучшую технику и за волю к победе. Таковы новости к этому часу. Смотрите нас также на нашей странице ВКонтакте и на Яндекс.ЗМ. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова